МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПРАВЕРАК ПАДВЕЛІ МИНАВИТА НА ГЭТЫМ ПАСЯДЖЕННИМ. ЗАХОДЯЧИ З ГЭТАГА И БЫЛО ПРЫНЯТЫ РАШЕННИЕ АБ ПРЫСВАЕННИ ВЫЛУЧЕНЦАМ СТАТУСАУ КАНДЫДАТАУ У ДЕПУТАТЫ. ПАДТВЕРДЦИЛИ ДОСТАВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИ ВСЕ ПРАВЕРЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Кроме того, осуществлялась проверка подписных листов. Два лица, намеревающих стать кандидатами депутаты, подали пакеты документов, содержащие подписные листы. В результате проверки также были выявлены незначительные помарки, которые не препятствуют этим лицам стать кандидатами депутаты. С 12-го дня люди, которые получили статус кандидатов депутаты, смогут начать агитационную работу. До речи, агитационный этап будет продолжаться по 10-го вересня. Нагадаем, выборы депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликания призначены на 11-го вересня. На Гомельщине у жены молоча на маль 950 тысяч тонн сбожжа. По оперативных даденных на сенешнюю раницу убрано 86% палетков. Лидерами по намолоте по ранейшему з'являются господарки Речицкого района, у яких уборочная уже завершена. Намолочено 105 тысяч тонн. На другим местом – аграры Будокошалевского района. Их выник 93 тысячи. Однако палетки убраны по культольке на 80%. Средь комбайнеров – абсолютные лидеры. Механизаторы КСУП Агрокомбината Холмич Речицкого района. Экипажи Ивана Вырвича и Олега Хвоста, Василя Коваля и Виталия Ильева – одинные у регионы, которые намолотили больше, как 3000 тонн сбожжа. Первый в списке водителей – так само представник господарки Виктор Кардаш, который перевез выше 3000 тонн. До других тем. Медики работают обвязково проверять все дары лесу. Даже собранные в экологично чистых местах не могут утримать повышенные дозы радиации. Накольки активно прислуховываются до этой парады жихары региона, высветляли наши корреспонденты. Бадай самые небеспечные у сенси накопления радиации – так званы польские гриппы-масляки. Причем самые небеспечные для здоровья грибы, звычайно, сбирают каля дорог, где негативный уплыв оказывает еще и великий поток машин. В уголе тут гэтые дары лесу могут утримливать десятки шкодных речевов. Бадай самые небеспечные, из которых ртуть и свинец. Причем об их наявности в организме люди доведаются только праздникальки годов. Прикладно стольки ж пройдется чекать, поколь адмонный уплыв окажутся непосредно невеликие дозы радиации. У меня дети и внуки любят грибы покушать. Так я ради просто здоровья, ради безопасности, чтобы быть спокойным. Проверяем часто. Правда, таких свядомых людей не вельми шмат. Некоторые наводпросить вернуть им грибы и ягоды, узровень радиации у яких у некальки разу перевышает нормативы. Причем на урации размова у таких выпадках идти об самостоянной утилизации. Хочи за все, такие дары люди будут уживать сами, те, что еще больше вероятно некому реализуют. Иншая справа, что зараз отповедные проверки у районах звычайно ожидаются только у мясовых центров гигиены у городах и на некоторых рынках. Специально вести сюда грибы и ягоды же хары отдаленных вёсок не будут. Открывать тут радиологичные пункты лечиться нерациональным. Не фиксируем такого наплыва, чтобы население обращалось бы с каждым годом больше и больше. То есть стабильно, вот если брать областной центр, это в количестве 50 человек за неделю обращается сегодня по вопросу исследований дару леса на Цезии-137. Дарочи негативный уплыв невеликих дозрадияций можно продухилить. Для этого медики рают уживать больше лимона, морквы и пить натуральные виноградные соки. Допамогут и ягоды, але только не ты, які сами утрымливают небеспечные дозы. Олег Сентюроуга, Анна Ковалёва, Валера Гапанько, телерадиокампания «Гомель» Рэджский район. Управление антимонопольной и ценовой политики Гомельского облыканкама заутра с 11 до 13.01 проведе гарачую телефонную линию. Звернуться по хвалючих пытанях можно по номеру телефона 75-44-03. Код областного центра 0-232. На Гомешчине протягивается сезон школьных кирмашов. До нового навучального года у регионе их плануется провести коля 200, а у областного центра дейничают три основные гандлёвые пляцовки. Самая буйная из них – працуя по выходных на площади Паустанне. До того же широкий ассортимент самых разнастайных товаров гомельчанам пропануют два постоянно дейчих школьных кирмаша. Коля крытого павильона Центрального рынка и гандлёвого дома Рэджицки. Тут дитячую вопротку абу такие канцелярские товары можно набыть до 4-го вересня уключна. Пакупникам пропануют деловые и спортивные костюмы разнастайной каляровой гамы и фасонов для усіх узростовых групп школьников. Что тыжится канцелярских товаров, от пропанованного пералику малявничих шитков, нататников, ручек и інших необходных в учобе речев разбегаются в очи. Треба отзначитесь, набыть товары на школьных кирмашах можно по сниженных ценах. Державные гандлёвые организации и индивидуальные предпринимальники пропануют приемные скидки. На наших ярмарках достаточно широкий ассортимент как письменных принадлежностей, школьных, канцелярских товаров, а также одежды и обуви на различный вкус и, соответственно, финансовые возможности родителей. Младшего школьника можно подготовить к школе в ценовом диапазоне от 200 до 400 рублей, ученика старших классов от 250 до 600 и выше рублей. Перстёнки, иконы, посуд. У Лоеве молодёжный международный отрат проводят раскопки на месты старожитного городища. Сирот волонтёров – представники России, Японии, Франции, Германии, Испании, по дню в Африканской республике. Об знаходках и уражениях доброохводных археологов у материаля Олега Синцерова. Программа работы международного волонтёрского археологичного лагеря разностаивная и насыщенная, обреча непосредный раскопок. Знаймление сучасной Беларуси на прикладе Лоева о делах в Днях беларусской культуры и приведении вечерин национальных культур. У Деньки лагеря обицают рассказать об своих краинах и почаставать национальными стравами. Да и олог на узроу незвычайных грамадян – это одна задача международного лагеря. Подчас находжения в Беларуси есть махчимость ближее познаёмиться с её историей и культурой и доведется шмат нового. Молодые люди прознаются, до приезда сюда, а в нашей краине практически ничего не ведали. И ведьми зевелись, каля оказалось, что тут живут гостинные люди. До того, как я приехала в Беларусь, я только посмотрела брошюру для туристов. Первое, чем я столкнулась в Беларуси – это гостеприимство. Люди всегда были готовы мне помочь. Волонтёрский лагерь у Лоеви – проект международный. Теорида его организаторов – Белорусская лего доброохотной працы молоди, Немецкая организация по захованию спарчины, Институт истории, Национальной академии наук, Лоевский рай ваканкам, дача Танас-Гожнивня, ягоудейники будут допомогать белорусским учёным проводить раскопки на территории сторожитных поселища, а в яким поколе ведомо не шмат. В археологическом смысле было известно, что здесь есть отложения времён Древней Руси, но не было известно ни их распространения, ни их мощность, ни их характер, что мы пытаемся выяснить уже второй год, благодаря широкомасштабным раскопкам, которые были начаты прошлой осенью. Всё знайденное подчас раскопок будет передачено у Институт истории Национальной академии наук, где экспонатами займутся в учёные. Кажут, что по арестках того же посуду можно будет установить на вот прикладную колькость тагочасного населения. Одна со знаходок бронзовой иконы Ростов Христова в учёные относите ей до 18-го стагодя достатково редкая речь, якая надежала верогодней за всё тагочасному местовому священнослужителю. Сярод Знойденога так само кулят с брои 18-го стагодя и реческий перстёнка, калимерковать по им, тагочасное прагажение отдавали перевагу рачному жемчугу. Лоевские краизнауцы в уголе ведьмис падяются, что раскопки допомогут написать новые сторонки местовой истории. Перший успомин об Лоеве у письмовых границах относится до 1505-го года, а лепаселища тут исновала и ранее. Гэта сегодня Лоев – городский посёлок. А в том же 16-м стагодзе он одним из пеших на территории сучасной Гомичной отрымал Магдебургское право, что свечало об его статусе як бойного центра вытворжести и грошова товарного обмену. Среди Гомичской области Лоев – один из первых городов, получивший это право. Позднее получил Мозырь, а ещё более позднее время получил город Гомель. И, конечно, это говорит о том, какую историческую роль играл этот город. Олег Синтеров, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель, Злоева. До Дня Беларусского письменства рыхтуется целый шарах новых выданнив, частка яких – суместные проекты гомельских и замежных литераторов. Про это сегодня у эфиры программы «Задай пытание уладе» радиостанции «Гомель плюс» распавел старшиня Гомельского областного отделения союза письменника в Беларуси Владимир Гаурилович. Нагадаем, одна из головных подей Года культуры на Гомельщине – День беларусского письменства. Отводится 4-го вересня у Рогачеве. Присвеченные до его мероприемства начались еще у початку года, як и подрыхтовка до самого свята. Члены Гомельского областного отделения союза письменника в Беларуси рыхтуются особную программу. Одным из центральных мероприемств станет презентация сборника пьес сучасных гомельских аутеров под названием «Паслядовники Макайонка». А кроме того, по их запрошенни на святе так само чекаются гости из Украины и России. Так, литераторы Стаханрога, Краснодара и Ростова-на-Доня презентуют книгу, у якой будут представлены их творы, перекладенная на беларускую мову минавито гомельскими аутерами. Подобный суместный с нашими литераторами выдавецкий проект презентуют и украинские гости. Вельми шмат презентаций. До речи, так само буду презентовать свою книжку. Там я выступаю, як публицист, лирик. Это книга-альбом «Туровская рапсодия», якая вышла у Минску. Книга уникальная. И, як мне, падается у гистории в уголе гомельской области такая книжка, первая, якая рассказывает, минавито про историчный некий регион, про нашу агульную историю и про тех людей, які живут на нашей старожитной земле. У литовским Тракайе отбылся чемпионат света по вислованне на байдарках и каное сирот ветеранов. На гэтым прэстыжным старце отзначилися гомельчане. Яны не раз подымалися на пьедыстал-гонору. Сосветный чемпионат у Тракайе выдався масштабным. Колядь 350 спортсменов с 30 краин. Самым молодым удельником было крыху за 30. Верхние узросты в Амяжи нема. Масштабным был форум и по именах. На старт выходили минулые чемпионы света Европы олимпийских гульняв. Так что на пьедыстал пробиться было не просто. Сергей Яшин привез со светного форума пять узнагород. Золото – четыре сребра. Золотые и один серебр на медалі завоеванные у Миксте. Яшетры узнагороды здабытые у рейтинговых заездах. А тому яны мают великую цену. Своя медальная шестя на чемпионате Сергей Яшин почав с байдарки одиночки. У заезда на дистанции 2000 метров он стал другим. Раз некольких годин разом с яшедным гамельчанином Аркадем Плешниным он вышел на старт заезду двоек на той же дистанции. Дуэт с Гомеля показал другий час. Однако самый каштоунный Сергей Яшин лишить узнагороду завоеванную уз поборництых счастерок на двух километровой дистанции. До тандэму Яшин-Плешнин долушилися Геннадь Мяженников и Юры Толкачоу. В финале этот квартет заступил только немецкому экипажу. Ветеранский спорт ничем не одрознивается от профессийных. Любые перемоги это выник кропотливой и долгой працы. Под рыхтолку до чемпионата света гамельчане почали еще минулой осенью. И ребята работали просто как никогда потому что уровень выступлений ведущих атлетов очень высокий. В среднем чтобы понимали за тренировку полтора часа ребят перелопачивает 90 тонн воды. То есть две тренировки 180-200 тонн то есть 5 выгонов. Не каждый выдержит а соответственно и не каждый становится чемпионом. В уголе для гэтых весляров спорт не хобби а ладжитян. У своей 57 и 59 годов отповедно Сергей Яшин и Аркадь Пляшнин могут дать форум многим молодым. Да и не скажешь что это статные хлопцы а маль пенсионеры. Это стиль жизни. Хобби уже закончилось. Потому что как дня без тренировок уже плохо. Уже чувствуют себя не в своей тарелке. Уже тянет на воду. Зимой у нас тоже практически без выходных мы тренируемся. Залы сухие. Тренажерные залы. Бассейн плавательный. Чемпионатом света с паборницкий сезон для спортсменов не заканчивается. Теперь Сергей Яшин и Аркадь Пляшнин возможно нарыхтуются до чемпионата света по марафону и серьезно мают намер стать лепшими на 20-ти километровой дистанции. Это больше, что в опыт есть. У активе гомельского тандема золота европейского чемпионата по марафону Максим Савин Евген Паблавец Игорь Марышенко Телера до компания Гомель Это, а так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by И на этом выпуск завершен и у студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждем вам пленного вечера. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok